Третий год подряд Управление коммунального хозяйства при поддержке Даугавпилской городской думы проводит осеннюю толоку, цель которой убрать город от скопившегося мусора, заросли и опавшей листвы. В этом году субботник прошел с 19 по 24 октября. В нем приняли участие не только предприятия и фирмы нашего города, но и простые жители. Их стараниями было убрано свыше 30 тонн мусора. Хотел бы поблагодарить всех учреждений и всех жителей, которые участвовали в большой толоке. За эту толоку мы все вместе собрали примерно 33 тонны мусора, которые уже находятся в полигоне Ценыши. Наиболее активно в осенней толоке участвовали городские школы. Так, например, ученики 10-й средней убрали территорию крепости. От бытового мусора и также мы убирали листья в парке, который находится в крепости. В принципе, нам всем понравилось. Я считаю, что даже такие мероприятия нужно проводить почаще, так как это сближает коллектив и дает разнообразие в школьные будни. Ученики 12-й школы убирали прилегающие к их зданиям территорию. Причем ребята столкнулись не только с сезонной листвой, но и с традиционным мусором, который оставляют после себя некоторые жители нашего города. Мы собирали бутылки, в основном мусор, то есть все, что осталось после, так сказать, бескультурных людей. Но не только школьники убирали свой город. К ним присоединились и самые маленькие жители Даугавпилса, в том числе и юные воспитанники 4-го специального дошкольного учреждения. Показывает свой пример, как не нужно делать и как надо делать. И, конечно, с дошкольного возраста, так, чтобы дети с самого детства видели, как нужно делать, как беречь природу, как ухаживать за ней, так, чтобы было бы красиво, приятно всем. Фотографии с итогами своей работы руководители школы детских садов присылали в Управление коммунального хозяйства. Эти отчеты приняли участие в своеобразном конкурсе, в котором разыгрывалась экскурсия на полигон Цинейши. И совсем скоро в познавательную поездку отправятся детки из 17-го и 1-го детских садов, а также ученики русского лицея 13-й средней школы и школы дизайна и искусств «Саулос». Авторы, создавшие самые интересные и красивые фотоотчеты о бассейне Талоке, получили специальные призы от предприятия «Клинэр». Три огромные подарочные корзины с полезными для каждого школьника вещами получили ученики 12-й средней школы, воспитанники 4-го специального детского сада и ребята из 8-го Б класса 16-й средней школы.